Сегодняшнее видео будет посвящено бесплатным источникам, бесплатным ресурсам, которые помогут вам в изучении вообще неважно какого иностранного языка. Самое здоровское в этих источниках это то, что они бесплатные и второй момент, то что они проверены мной и могу вам сказать, что они работают на 100%, потому что благодаря их использованию я французский сдала за 6 месяцев с нуля на уровень B2 DELF. Итак, первый источник это интернет-ресурсы, это всевозможные сайты, это какие-то программы, которые доступны и находятся в общем пользовании и они бесплатные. Знаете, тут очень интересно, что на примере французского языка я никогда бы не подумала, но самый здоровский и самый эффективный источник это группа ВКонтакте. Какая? Сейчас я вам покажу. Эта группа называется, если правильно ее транслировать, я думаю, что это Genfrancais, ну или по-русски французский язык. Знаете, в этой группе действительно столько много бесплатных материалов, посвященных французскому языку, который можно выучить просто почти самостоятельно. Нужно просто скачать тот или иной учебник, в котором, кстати говоря, очень часто есть и подробные ответы, и подробные примеры. Кроме этого, в этой группе очень много фильмов на французском языке, есть очень также много каких-то аудиоматериалов, которые помогут вам тренировать слух. И, кроме этого, есть такой интерактив, который функционирует очень регулярно. В общем, я от этой группы, правда, в диком восторге, я ее использую сейчас. И что касается других языков, например, для изучения итальянского я использовала вот эту группу, которая почти аналогичная по дизайну с французским языком, но в которой как-то поменьше материала представлено, хотя все равно есть какие-то полезные уроки, полезные картинки, вот, и тот же самый интерактив со всеми всевозможными ссылками, которые помогают в изучении итальянского языка. Что касается английского, честно, до сих пор я не могу найти еще группу, которая была бы мне по вкусу, скажем так, потому что в английском я не могу найти тот или иной паблик, который бы мне давал вот такой же обширный материал, который можно было бы скачать, бесплатно самому прорешать, прослушать, подготовиться к экзамену. Вот, к сожалению, для английского я пока ничего найти такого не могу. Однако, в английском языке просто, если вы начнете свой поиск просто в интернете, вбивая ключевую фразу, ключевой вопрос на английском языке, просто у вас будет сотни вариантов, и, как правило, все они будут хорошими, то есть просто будут предлагаться самые лучшие сайты для изучения английского языка, начиная от грамматики, заканчивая сайтами с фильмами, с субтитрами. Приложение, которое я советую абсолютно всем, которое я установила, как только начала учить активно французский язык, это ebilingua, либо просто lingua. Есть бесплатная и платная версия, и, в общем, в платной версии содержится просто больше примеров, которые употребляются для того или иного слова. Принцип действия его, как у обычного словаря, но мне он очень нравится тем, что можно здесь каждый раз добавлять, допустим, новое слово в вашу картотеку, не знаю, например, введем слово какая-нибудь вода, здесь есть очень много примеров, и здесь же вы можете добавить это слово в свою картотеку. Каждый раз, когда у меня есть какая-то свободная минута, я обязательно захожу в свою картотеку, которая сейчас насчитывает 5515 слов, и просто пытаюсь как-то тренировать свою зрительную память и вспоминать, что значит какое-нибудь слово. Помимо этого, здесь еще также есть произношение, правда, не для всех слов, но тем не менее. Приложение, правда, очень здоровское, оно есть не только для французского, но даже в бесплатной версии есть как немецкий, так и итальянский язык, в общем, все вы можете выбирать, и оно прекрасно просто, прекрасное приложение, я всем его очень советую. Затем приложение, без которого я сейчас просто никуда, и которое я использую очень часто, это Reverso Context. Оно есть как для мобильных телефонов, так и для ноутбуков, для, господи, как это, компьютеров версия, тоже бесплатная и платная. Сейчас у меня стоит бесплатная версия, и она мне вполне устраивает, мне ее почти полностью хватает. Принцип этого приложения в том, что здесь вы уже можете вбивать целые предложения, например, не знаю, на улице зима. И приложение вам выдает контекст, в котором эта фраза используется, например, я выбрала язык здесь французский, и оно мне выдает какие-то литературные примеры, которые я могу использовать, чтобы сказать это предложение. Ну, здесь фишка на самом деле в том, что в бесплатном приложении оно, ну, оно не такое точное, как было бы платное, но мне пока оно устраивает. И вот также можно прослушать это предложение, как оно звучит, и его можно добавить в свою картотеку, но, если честно, я здесь картотеку пока не слишком использую, мне пока хватает того, что мне просто дает, какие результаты мне он предлагает. Ну, и помимо французского, здесь также есть английский, даже японский, в общем, очень хорошее приложение Free Versa Context. Второй момент, что я заметила, когда вы начинаете задавать какой-то, ну, допустим, вопрос, касающийся грамматики, не знаю, предлогов, временной какой-то системы, и используете каждый раз новые, как бы, ресурсы в интернете, то есть не один сайт, а просто, вот, допустим, там, одну статью из какого-то сайта, вторую статью, то это не очень хорошо, с точки зрения запоминания лучше всего, если вы найдете, допустим, один какой-то персонализированный сайт, который вел бы, допустим, один человек, какой-нибудь педагог, который бы просто все темы разбирал достаточно структурированно и в одном стиле. Для себя, например, для французского я нашла, правда, очень здоровский сайт, я на него наткнулась совершенно случайно. Сайт этот одной женщины, педагога, Головановой Ирины Сергеевны, я ее вообще не знаю, но сайт я ее, правда, оценила. В нем просто представлены все, наверное, темы, которые можно встретить во французском языке, начиная от грамматики, заканчивая французскими песнями, и педагог использует очень часто таблицы и примеры. В общем, это очень хорошо с точки зрения визуального запоминания темы. Помимо этого, тут достаточно много примеров, и в конце есть такие обсуждения, которые не путают вас, а наоборот помогают как бы вникнуть в эту тему, и можно задать вопрос и получить ответ. В общем, я этот сайт оценила и всем рекомендую. Его можно вбить, наверное, вот по этой вот короткой ссылке и реголь. Вот. Что касается подготовки к экзамену. Если вас маячит в дальнейшем или в ближайшем будущем какая-то перспектива сдать тот или иной международный экзамен, не пренебрегайте возможностью использовать официальные сайты того или иного экзамена, которые могут дать вам, правда, очень обширный материал для подготовки к экзамену. Я когда для себя решила просто начать готовиться к сдаче французского языка к экзамену, я открыла вот этот сайт, который называется Delph, либо Dalf, который содержит в себе просто все типы заданий, которые могут встретиться в экзамене, то есть от уровня А1 заканчивая уровнем С2. Таких сайтов огромное множество для каждого языка. Для итальянского это Chills, я его тоже сдавала на уровень B2, он также содержит в себе примеры, задания. И для английского это, естественно, Toeful, все это есть в свободном доступе в интернете. Второй источник, который очень важен и который помогает вам улучшить вашу практическую речь, практически какие-то навыки, письменную речь, коммуникативные навыки, этот сайт называется Italki, либо Italki. Я никогда, если честно, не слышала, как его правильно нужно произносить, но, тем не менее, вот такой сайт. Принцип его в том, что вы создаете себе профиль, в котором указываете ваш родной язык, то есть ваш язык, на котором вы разговариваете безупречно, язык, который вас интересует, например, вы хотите изучать французский и английский. И дальше человек, например, француз, может меня просто найти по поиску, что вот я хочу учить французский язык, при этом я русская, и этот француз, допустим, хочет учить русский. Это просто, это замечательный сайт, это никакой, ни в коем случае, ни сайт незнакомств, никакой второй фейсбук с возможностью, не знаю, там, картинками обмениваться, нет. Этот сайт именно для людей, которые мотивированы на то, чтобы изучить и на то, чтобы улучшить тот или иной язык. И с этого сайта я приобрела очень хорошее знакомство, которое я поддерживаю по сей день, и просто я познакомилась с тремя замечательными французами, и с ними же я до сих пор поддерживаю связь, мы делаем какие-то научные проекты даже вместе. Дальше, можно сказать, такой подпункт, ко второму пункту, это не пренебрегайте ютубом, просто не нужно недооценивать этот источник. Он бесплатный, но его нужно как бы уметь использовать, делать это с умом. Например, я вам советую использовать не только те каналы, допустим, русскоязычные каналы, которые учат вас английскому, итальянскому языку, а именно искать носители языка, которые рассказывали бы интересные вам темы. И при этом нужно искать, наверное, все-таки носители, у которых будет качественный контент, у которых будет поставлена действительно речь, и у которых, что немаловажно, будут субтитры, потому что вот так это вам поможет визуально запоминать слова. И это, на самом деле, очень здорово, использовать именно такую актуальную лексику и смотреть вообще, на каком языке сейчас говорит представитель того или иного языка, который вы учите. Потому что, да, книги читать, это, конечно, здорово. И, например, моя книга первая французская, это был «Камю», «Чума». Ну, представляете, да, после, не знаю, месяца изучения французского я взялась читать «Чуму». И когда я начала использовать слова, которые встречались мне в этой книге, на меня просто все так смотрели, просто «О чем вы говорите, мадам? Мы вас не понимаем». И именно поэтому нужно просто правильно находить источники для изучения языка, которые будут вам полезны, и которые будут затрагивать именно вот этот актуальный слой, языковой актуальный слой. И здесь же, в этом втором подпункте, я могу вам посоветовать однозначно читать статьи, небольшие такие статьи, может быть, даже какого-то новостного характера, которые, во-первых, опять же, помогут вам набрать словарный запас из актуальных, как бы, слоев языка, и помогут вам уже сформулировать словарный запас на те или иные тематики. Например, если я буду читать статью про, не знаю, про наводнение, я уже буду точно знать, как будет, не знаю, по-итальянски или по-французски наводнение, как мне нужно будет сказать «люют дожди», или же, если я читаю статью, посвященную здоровому питанию, то наверняка я уже буду знать, как будет правильно, не знаю, сказать слово «викторианец». Вот, поэтому, да, вот такие вот маленькие статьи каждый день, они, во-первых, доступны просто везде, это не как книги, которые, например, что касается французского языка, это практически невозможно скачать нормальную книгу бесплатно, а вот обычные статьи такого новостного характера, просто везде, где угодно, очень без проблем их можно скачать. Итак, третий источник, который просто я горжусь, что я его нашла, это разговорные клубы. Знаете, разговорные клубы, бесплатные разговорные клубы, они есть практически в любом, ну, более или менее крупном городе России, обычно это располагается при каких-то университетах, и каждый человек может там участвовать. Знаете, если в вашем городе есть такая возможность, просто бегите туда, бегите в этот клуб, это настолько здорово, и это помогает вам, во-первых, начать говорить прилюдно, потому что это очень важно, и, как правило, к сожалению, это бывает тяжело заставить себя говорить при других людях, потому что, ну, ты что-то стесняешься, ты не уверен в произношении и так далее. И когда ты приходишь в этот клуб, не знаю, максимум, на что тебе нужно потратиться, это просто купить печенье для приличия. Ты туда приходишь, и у тебя появляется вот это желание говорить, потому что ты видишь, как говорят другие, ты заставляешь себя слушать и понимать, что говорят другие, и как-то мало-помало начинаешь втягиваться в этот процесс говорения. Я, например, пришла в французский клуб, я училась в НГУ в Новосибирске, и я туда пришла после недели изучения своего французского языка с нуля. У меня так было страшно просто и стыдно, невероятно. Но перед тем, когда идти, я, не знаю, где-то выписала какие-то фразы ключевые, более или менее, что как сказать, я хочу ходить в ваш разговорный клуб, не знаю, передайте мне чашку чая и так далее. И понемногу я уже начала как-то разговаривать, и очень большой плюс таких разговорных клубов состоит еще в том, что иногда туда приходят носители языка, особенно в крупных университетах. Просто это чуть ли не обязательно, что на каких-то встречах присутствуют носители языка. То есть это просто невероятная возможность поговорить с человеком, узнать, не знаю, какие-то интересные вещи, и, в принципе, вот этой проникнуться замечательной средой, потому что, как правило, люди там все очень доброжелательные и очень мотивированные на то, чтобы быстрее заговорить на том или ином языке. Четвертый источник, о котором я бы хотела с вами поговорить, поделиться с вами. В общем, если вы находитесь в стране, язык, который вы учите, вы всегда можете вступить в какую-либо благотворительную организацию. Например, когда я переехала только во Францию, но я прямо чувствовала, что у меня не хватает общения, что мне нужно как-то преодолевать этот языковый барьер и находить какие-то новые знакомства. и особо не было никаких незнакомых, ни друзей, и я просто начала искать какие-то возможности и способы, чтобы поговорить с людьми, бесплатно причем. Я нашла благотворительную организацию, суть которой состояла в том, чтобы разговаривать с пожилыми людьми, чтобы преодолевать вот это вот одиночество, которое очень часто бывает у пожилых людей. То есть разговаривать с ними можно было как по телефону, так и вживую, просто приходить к ним пить чай. И на самом деле это был очень здоровский и полезный опыт. И, во-первых, ты делаешь доброе дело другим людям, разговаривая с ним, не знаю, делясь о том, как прошел твой день, выслушивая их какие-то мысли. И ты получаешь пользу для себя, потому что ты улучшаешь свой язык, ты улучшаешь свои какие-то коммуникативные навыки, ты слушаешь человека, и ты привыкаешь, в общем, к речи, которая не всегда такая... не всегда легка для восприятия. Но, честно сказать, я там не слишком долго задержалась, потому что в тот момент я нашла стаж, и, в общем, мне пришлось покинуть эту благотворительную организацию. Так что если у вас есть такая возможность вдруг, и у вас есть достаточно времени, правда, это очень хороший опыт. Ну и пятый источник, пятый такой самый, наверное, важный источник, бесплатный, это вы сами, конечно же, потому что если вы сами себе не поможете, не замотивируете себя в изучении языка, то вам никто не поможет, никакие дорогостоящие репетиторы, никакие сайты, никакие приложения. Вот. Поэтому нужно просто понять самому себе, для чего вам нужен этот язык, зачем вы его учите, и просто так вот каждый день понимать, что это работа, просто кирпичик за кирпичиком, вы идете к своей цели, изучая язык, и используя, не знаю, все доступные вам сурсы, все доступные вам сурсы. Простите, я постоянно путаю сурс, во французском это слово источник. В общем, все доступные источники и все доступные материалы. Я надеюсь очень, что видео вам понравилось, и те или иные идеи вы сможете использовать для себя, для изучения языка, который вам нравится, на котором вы хотите заговорить. И если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, и может быть вы нашли для себя какой-то очень хороший источник изучения языка, пожалуйста, поделитесь со мной им в комментариях. Я буду, правда, очень благодарна, потому что я до сих пор нахожусь в процессе такого поиска. Мне очень нравится находить вещи, которые, правда, помогают в изучении языка. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и совсем скоро мы с вами увидимся. Спасибо, что были со мной. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok